Здравствуйте! Ничего себе! Выходной день! Так что, коллеги, здравствуйте! Поступившего с Новым Годом! В принципе, особенно мне говорить нечего, конференция идет, это один из этапов реформ в российской легкой атлетике. Хочу сказать, что это важный для нас вид спорта. В легкой атлетике в стране занимается почти 1 миллион 600 тысяч человек. Это около 200 тысяч в системе подготовки. Сборная страны около 2 тысяч спортсменов насчитывает, 3 состава. Основной состав под 500 спортсменов. Поэтому, конечно, важный вид спорта для нас. И, естественно, мы очень расстроены и, конечно, нацелены на то, что дернут легкой атлетику, улон у мировой легкой атлетики. Могу еще раз сказать, что легкая атлетика глобальна и не вижу таких глобальных проблем, которые бы препятствовали их вращению. Потому что, в основном, у нас составы добросовестных спортсменов. Многие спортсмены честные и порядочные десятилетиями работают на арене мировой. Могу вам сказать, что 80% сборной легкой атлетики находятся в международном пуле тестирования. И поэтому обвинять в России, что мы прячем спортсменам, тоже это беспочвенно. В основном, это спортсмены международного класса. И они 80% времени контролируются международными антидопинговыми организациями и федерациями. Сейчас мы имеем некую дорожную карту, скажем так, критерий, которые нам выдала Международная Федерация Легкой Атлетики для восстановления ее мировой легкой атлетической семьи. Вот этапы за этапами мы проходим. Сегодня важнейший этап – это конференция. Это конференция, это высший орган, это не очередная конференция, которая должна избрать новые руководящие органы, президента, президиум, сформировать ревизионную комиссию. И уже с завтрашнего дня, совместно с комиссией по соответствию, которая создана независимой, в общем-то, продолжить работу по восстановлению своих полномочий. Там предстоит большая работа. Первое – определить круг потенциальных кандидатов на поездку в Рио, взять их, с ними провести соответствующую работу, от контрактов до тестирования. Эти спортсмены будут не менее трех раз в месяц тестироваться теперь, но уже антидопинговыми организациями, скорее всего, британской. Возможно, будут взяты под контроль легкие атлетики. До Рио они абсолютно будут под контролем, поэтому весь мировой спорт, если кто-то еще сомневается, я, допустим, не сомневался, что в основном спортсмены наши чистые, но видят, что эти спортсмены будут, в отличие от других спортсменов, может быть, даже не совсем равные условия поставлены, но не менее трех раз в месяц будут тестироваться все те, кто поедет в Лондон. Поэтому я не знаю, как еще открыться. Второе, значит, будут приняты соответствующие решения, связанные с дальнейшим расследованием по тем фамилиям, которые указаны в независимой комиссии, мы все расследования проведет уже новый дисциплинарный орган федерации. И рассчитываю, что мы где-то в начале марта представим новое досье равноземной федерации, уже международной федерации легкой атлетики. Все это будет делаться совместно с той комиссией, которая создана в независимой федерации. И надеюсь, что уже к марту мы восстановим все полномочия. Так что вот, что больше мне сказать вам нечего. Теперь я удаляюсь, мы не вмешиваемся в дела общественной организации. Я пожелал им удачи, сказал об ответственности момента, сказал, что вот всех, кто сидят в зале, это и есть общественная организация, федерация легкой атлетики. Государство готово содействовать вам. Мы готовы строить центры, содействовать, поддерживать сборные, поддерживать образовательные программы. Но управлять вы должны сами работать. И вы члены Нижеродной Федерации, на вас лежит ответственность. Поэтому сейчас мы ушли, а коллеги я пусть обсуждаю, спорят, дискутируют. Мы хочется, чтобы они сегодня приняли такие консолидированные решения, выбрали президента. Могу сказать, что это антикризисное будет управление, потому что в сентябре, в октябре нам придется проводить еще одну конференцию и уже принимать на 4 года и программу развития, и новые руководящие органы. Поэтому вот такая статус ситуации. Все, спасибо.